Огромное спасибо всем спонсорам канала. Ваша поддержка как нельзя кстати в это время, когда на ютубе отключили монетизацию. Ну и всем остальным спасибо за лайки, комментарии и репосты. И если вы хотите почитать данный тайтл самостоятельно или найти для себя еще какой-нибудь годный тайтл, то добро пожаловать на ремангу. На реманге главы выходят быстрее, чем у конкурентов. В наличии удобный интерфейс, классная навигация и отзывчивая администрация. Регистрируйся на сайте реманга по моей ссылке и давай уже читать мангу вместе. Ну а теперь приятного просмотра. И дайте в них коктейль молотова, сожжем их всех! Старший брат Юй, дела идут отлично, северная сторона будет под защитой. На восточной части тоже. Понял. Не выводите резервные войска. Лучше отправьте их на запад и юг. Не волнуйся. Западная сторона на мне. Никаких проблем нет. Что у тебя с припасами? Боеприпасами? Сегодня я не потратил ни одной пули. Отлично. Мне не о чем волноваться, пока ты там. Осталась только сторона Лоланша. Смотри, эти зараженные вдруг опешили. Но они только что собирались атаковать. Что произошло? Неужели эти зараженные испугались старшую сеструша? Аура. Последний раз я видел эту технику пять лет назад, когда учительница Ло помогала дзотянчению. Неужели Лоланша тоже владеет такой силой? Но если сравнивать с техникой учителя Ло, эта сила какая-то другая. Эта аура, несмотря на ее жажду крови, содержит силу божественного дерева. И именно это пробуждает зараженных, что слабее нее, первобытный страх. Видимо, ей многое удалось достичь по пути вокруг Лихуа. Но этот метод удержания зараженных не будет долго работать. В конце концов, они снова атакуют. Кажется, она пытается просто вытеснить этого парня. Здесь! Появился! Павший здесь! Это... Снова ты, Белочь. В этот раз я точно сожру твои мозги. Это... Старшая сестра Ша вызвала звуковую волну. Она победила? Вставай. Я знаю, что ты не сдохнешь так просто. Тебе меня не убить. Сначала я сожру тебя. А потом всех остальных. Да это фигня неубиваемая. Эволюционисты из Ланхуа всегда были достаточно сильны. Такие герои, как Гауфэй и Лоланша, ведут остальных. Изначально этот павший был просто сильным зараженным второй стадии. Так что никто не обратил на него внимания. Но в один день я увидел парня. Старший брат Сяо Бауа, спаси меня! Одна чертова оторванная конечность убила большую часть нашего разветотряда. Тогда я осознал, насколько эта фигня опасна. Монстр! А еще я понял, что больше не могу оставаться в Ланхуа. Получается, ты сбежал от страха, когда увидел павшего? Это не просто страх. Это чертовщина неубиваема. Он не может умереть. Плюс я слышал несколько ужасных историй о нем. Говорят, если его побеждают, он становится только сильнее. Он не только неубиваемый, так еще и постоянно набирает мощь. Кто вообще в здравом уме выступит против него? Тогда как ты посмел сейчас вернуться? Потому что сейчас я сильным братишкой. У меня ноги дрожат только от мысли об этом монстре. А еще у меня чувство, что сильный братец сильнее той хрени. Я действительно полагаюсь на тебя. Неубиваемый, а? Словно мне описывают эволюциониста с повышенной силой регенерации. Но какой бы ни была регенерация, она использует энергию вируса. Значит, метеоритным клинком убить его будет просто. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то становился сильнее после того, как его победят. Звучит, как полнейшая чушь. Господин, ваш великий план увенчался успехом. Тот человеческий городишко падет, и все станет вашим. Божественная сила. Это божественная сила господина. Это такая честь для меня. Я знаю, ваша сила священна. Тот тупица, павший, не достоин наследовать эту силу. Я немедленно верну ее. Ты не можешь меня убить. Никто не может. Такой шумный. Отлично. Ты стала сильнее. Когда я сожру тебя, буду еще мощнее. Мелкотня. Ты умрешь сегодня. Да ладно. Я так не думаю. Что? Почему не получается регенерировать? Это паразитическая энергия божественного дерева. Я получила эту способность, возвращаясь в округ лихуа. Находясь под моим контролем, семена могут впитывать энергию и прорастать за ее счет. Думаешь, я просто так порубила тебя на куски? Нет, я впускала паразитирующую энергию каждый раз, когда атаковала тебя. Сдохни. Что-то не так. Когда павший умер, все зараженные должны были рассыпаться. Но они все еще не двигаются. Лоланша, слышишь меня? Джан Джиньёй? Лоланша. Внезапно повысилось количество зараженных на северо-восточной стороне. Их сила тоже возросла. Что там у тебя? Черт. Этот парень еще не умер. Меня нельзя убить. Сила бога. Всемогущий бог дал мне силу. Эта чертовщина снова стала сильнее. Цвет его тела поменялся. Энергия вируса стала более концентрированной. Давление его силы изменилось. Он что, эволюционирует? Если павший эволюционирует, то число и сила зараженных под его контролем растет. Кажется, на северо-востоке происходит что-то страшное. В атаку! Держать строй! Не дайте им прорваться! К остьми ляжем, но не пропустим их! Старший брат Уи, дела плохи. Много зараженных надвигаются слева. Что? Это когтистый тип. Так много? Черт побери, вы что, предлагаете отбиваться от них всех? Отправим запрос на подкрепление. Кому? У нас нет больше людей. Всем отрядам. Переходим на ближний бой. Нельзя дать когтистому типу пройти. В атаку! В атаку! За старшего брата Ченя. Давайте убьем их всех. Согласен. Подкрепление? За Тянь Чень вернулся. В атаку! За старшего брата Ченя! Подойдите ближе ко мне! Атакуйте во имя старшего брата Ченя! Во имя Лунхоа! Во имя брата Ченя! Во имя Лунхоа! Что с этими людьми не так? Такие активные. Это что, страх смерти? Эти люди невероятны. Никакой стратегии. Просто режут зомби направо-налево всем, что под руку попадется. Что за... Неужели мои подчиненные настолько сильны? Если бы я знал про их силу, мне бы не пришлось дрожать от страха. Нужно было раньше прийти и вознести свое имя. Как минимум восемь человек третьей стадии и не видно никого ниже второй. К тому же они выглядят довольно опытными. Тянь Чень не только вернулся, но и привел с собой сильное подкрепление. Лунхоа точно со всем справится. Его здесь нет. Брюс? Зо Тянь Чень. Один на южной стороне. На южной стороне? Он отправился на помощь Лу Ланша? Черт. Этот монстр обошел меня по силе и скорости всего лишь раз эволюционировав. Силы на исходе. А он ведь только начал атаку. Так у меня не получится использовать энергию божественного дерева. Да и восстановление медленное. Ты мелочь. Все бесполезно. Сражайся. Сражайся ты. Мелкотня. Сражайся. Че? Заткнись. Нужно восстановить выносливость. Но он может бесконечно регенерироваться. Если не выберусь отсюда, дела совсем станут плохи. Необходимо покончить с ним сейчас. Использую это движение. Энергия растет. Сила этой мелкой растет. Невозможно. Сдохни. Это не конец. Восстановиться. Восстановиться. Какой восстановиться? Спи, выродок. Это новая способность, которую я получила вместе с четвертой стадии. Четырехкратная звуковая скорость. В этой форме я могу на фарш порубить когтистый тип. У любой регенерации есть предел. Я покрошу тебя на кусочки размером с пыль. Посмотрим, как ты восстановишься после такого. Теперь у меня вообще не осталось энергии. Но, думаю, этого было достаточно. Да блин, он смог выжить после такого? Мелкотня, ну что за стыд? Мне по силам восстановиться из своей крови. Ты не можешь убить меня. А вот я тебя еще как. Хе, согласна. На нынешнем уровне мне тебя не убить. Но это не значит, что никто не может. А? А? Больно! Больно! Не могу регенерировать. Невозможно. Ты не можешь восстановиться после ударов метеоритного клинка. Ты? Я тебя помню. Затянь-чень. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Не забывай про лайки, комментарии и репосты. Ну и не забывай, что Ютуб может когда-то накрыться большим медным колпаком. Поэтому вступай в группу ВКонтакте или на Дискорд-сервер по ссылкам в описании. Ну и если досмотрел до этого момента, большое спасибо. Ты красавчик.